вопрос 2386 том 10 открытым оком когда начиналось почитание мощей если конкретная дата и что это за слухи перезахоронения антония и почему она вызвала такой шум в прессе ответ игнатия тихоновича лапкина телом умерших у разных народов отношения различные история сохранила пирамиды курганы могильные и целые пантеоны но вот такое как ныне православие и у католиков это пришло сразу как только священное писание перестало быть руководством бог иегова однажды на все времена дал то общее правило относительно праха умерших бытие 319 в поте лица твой будешь есть хлеб доколе возвратишься в землю с которой ты взят ибо прав ты и вправ возвратишься я уже много раз рассказывал разъяснял этот вопрос прочтите в книге к истинному православию главу и так бодрствуйте там это подробно изъяснено все мощи частицы тел кого бы то ни было и где бы то и где бы ни было должны быть захоронены в земле не зашиты не вложены не вмонтированы как делает кто делает иначе тот противится боли бога иегова грозно взыскивающего за нарушение святых повелений делающие иначе есть противники боли божии хотя они и молятся да будет воля твоя они лгут в этой молитве что добиться то что до перезахарение антония то сразу же нужно было хоронить его кладбище а не выдумать попездное шоу по большому счету максиму было до этой канители с трупами грешников и дело бы не не знал не должно быть а он авантюра встрял в эту историю по зависти к своему предшественнику они страшно бездуховный и нет ни малейшей мудрости ни в чем у них бог лишил их прозорливости что последствует за каждым их деяниям мирской же прессе вовсе бы дело не до и парфиальных дел но этот господин дмитрий василий максим достал всех вот они пользуются случаем подтолкнуть его к яме поплевав на свои авторучки бог рассудит бог простит утром минувший пятница на территории барнаульского и парфиальное управление происходили странные вещи дюжи мужики поплевав на руки начали раскапывать могилу первого епископа барнаульского алтайского антония находящуюся возле стен храма вирской иконы божьей матери так началась процедура перезахоронение праха владыки скончавшегося два года тому назад свое время погребания владыки именно в этом месте было не случайно он внес огромный вклад строительство храма был похоронен здесь по благословению патриарха в серусе алексея второго хотя родственники покойного матушки братья проживавшие на украине высказали пожелание чтобы антоний был погребен на украине тогда их удалось убедить в целесообразности передать покойной земле именно в алтайском крае в развитии православия которого епископ внес неоценимый вклад его могила во дворе и парфиальное управление была своего рода меккой для многих верующих приходивших сюда почтить память прераспященнейшего через несколько часов после начала раскопки могилы гроб с прахом антоний был перевезен на черницкое кладбище где его уже ожидала заранее подготовленная могила по свидетельствам работника кладбище процедура вторичного захоронения первого алтайского епископа прошла без помпы более того у очевидцев складывалось впечатление что организаторы сделали это сделали все возможно чтобы сохранить свою акцию в тайне достаточно сказать что перезахоронение антония не принимал участие ни один из более-менее видны служители культа как удалось выяснить репортёром еженедельника причины для такой секретности и действительно были решение перезахоронение антония было принято безобязательно таких случаях согласование с епархиальным советом кроме того об этом не знали проживавшие на украине родственники покойного а в этом моменте уже усматриваются признаки нарушения закона погребений однако совершенно очевидно что такое решение не могло быть принято безбедом и ныне действующего епископа барнаульского алтайского максима возглавившего пасту после смерти антония за полтора года своей деятельности в крае новый владыка уже не раз принимал нелогично как с точки зрения духовенства таки с точки зрения общественности решения полутайна перезахоронения праха антония очередное звено в этой цепочке еще один примечательный момент характеризующий эту ситуацию процедура перезахоронения прошла накануне 8 июля дня погребения покойного епископа случайно ли это совпадение надеемся что хотя бы когда-нибудь мы получим ответ на этот вопрос пресс-служба епархии от официальных комментариев происшедшего предпочли воздержаться петр пронин московский комсомолец на алтае 9 16 июля 2003 года страница 13